Напомним, что официально приют для бездомных животных был создан прошлым летом и зарегистрирован как фонд помощи «Усы, лап и хвост». На сегодняшний день в организации довольно сложная ситуация. Из-за отсутствия постоянной материальной поддержки возникают проблемы с арендной платой. По словам руководителя приюта, в помещении даже отключали тепло, чтобы стимулировать их погасить задолженность. На взносы, отправляемые волонтерами, содержать приют очень тяжело. Но ситуация осложняется тем, что животные продолжают поступать, а нести за них ответственность чаще никто не хочет. Приезжаем на работу, стоит парень, видно, что там иномарки, одет хорошо, не совсем бедствует человек. И вот таксом на поводке. Вот я вам привез собачку. Мы говорим, ну мы возьмем собачку, вы хотя бы на первое время корпус ей купите. Это же не моя собака. Я говорю, а где вы ее взяли? Она привязана была в моем огороде. В итоге я говорю, ты корм купи, мы возьмем собаку. В итоге жара стояла, да? Я смотрю, человек привязывает просто тупо к столбу строительного бума эту собаку. Садись в машину и уезжай. Об этом случае нам рассказал руководитель ветеринарной клиники Панацея. Чаще именно к ним подбрасывают ставших ненужными или бездомных животных. Это и стало основной причиной создания фонда помощи. И организовали его ветеринары Антон Быков и Дмитрий Жарков. Принимать всех бездомных животных подряд в приют, как признаются его руководители, нет возможности. Ни материальной, ни физической. Так как поступают животные, как правило, истощенными и обезвоженными, им необходимы питательные растворы, медикаменты и антипаразитарные средства. Будки, цепи, ошейники, вакцины, питание – то, в чем приют нуждается постоянно. На сегодняшний день более 10 кошек находятся на карантине, некоторые в тяжелом состоянии. И практически с каждым днем питомцев становится все больше. В основном, конечно, они больше травматики. Бывают, конечно, инфекционные ребята. Но с ними приходится уже, конечно, отдельно заниматься этим. У нас был котик весь переломанный. Сейчас он в приюте находится. Там челюсть, скажем так, ему по кусочкам собирали. Бегает, здоровый, кушает. Все замечательно. Помимо работы в клинике «Панацея», Антон, являясь одним из руководителей фонда, регулярно посещает приют по утрам, до работы и по вечерам после. Будние дни волонтеров практически не бывает. Поэтому ухаживать за животными приходится самим организаторам фонда. По их словам, из ста поступивших животных в приют за полгода обретают хозяев около 10-15. Тяжелее всего пристроить взрослых животных, ведь обычно берут котят и щенков. Но радует тот факт, что животных, которых забирают из приюта, практически никогда не возвращают. Отдают питомцев полностью здоровыми, вакцинированными и стерилизованными. И в дальнейшем ветеринары «Панацея» всегда готовы проконсультировать новоиспеченных хозяев по любым вопросам. Сейчас в приюте 101 питомец. Вот такая коза Маня, 40 собак и 60 кошек. К сожалению, как сообщили нам сотрудники приюта, кошки продолжают пребывать с различными заболеваниями, переломами и обморожениями. Они нуждаются в медикаментах, еде и в простой человеческой заботе. Каждое воскресенье в приюте традиционно встречают волонтеров. В час дня может прийти любой желающий, чтобы оказать помощь животным приюта. Никита Харламов признался, что посетил питомник впервые. Недавно его домашний питомец тяжело заболел, но ветеринар «Панацея» сумел его спасти. В благодарность Никите захотелось помочь Антону в уходе за животными приюта. Их, так сказать, выбросили на улицу и думали, это просто игрушка на пару месяцев. И они остались без жилья и нет еды. Поэтому мы решили тоже хоть чем-то, но физической, может быть, едой, либо материальной чем-нибудь, лишь просто помочь. Хотим регулярнее приходить, радовать их хотя бы чем-то присутствием, едой, может. Большинство волонтеров, посещающих приют в воскресенье, помогают организации с первой недели ее открытия. Никита Костерин рассказал нам, что принимал участие в ремонте помещений, а сейчас старается приходить в приют каждые выходные. Когда-то ветврач клиники Антон также помог ему с лечением собаки. И это не могло не оставить его равнодушным. По словам волонтера, несмотря на непростые условия для жизни в приюте, животные не озлобляются, относятся доброжелательно ко всем и всегда рады любым гостям. Без инфекции проводятся, естественно. И будки проводятся, и собаки все привитые. Поскольку я знаю, потому что я сам, бывало, приносил и котят, и это сразу лечится. По мнению руководителей приюта, основная проблема в том, что большинство жителей не знают о его существовании и о том, где он находится. Для информационной поддержки требуются денежные средства, которых у приюта не всегда хватает даже на самое необходимое. На той неделе глава города посещал наш приют. То есть Борис Владимирович все наши просьбы, что называется, выслушал. Сейчас, если все нормально будет, готовим документацию, будем, если все получится, заниматься отловом животных. Ну и, соответственно, полный цикл. То есть отлов, стерилизация животных, вакцинация, чипирование. И в дальнейшем эти животные будут уже оставаться у нас, то есть в приюте. То есть там уже будем строить дополнительные вольеры, клетки. Но это опять, если нас поддержат. То есть если будет финансирование на все это, мы, конечно, готовы этим заниматься. С большим удовольствием. Напомним, что в России отсутствует единое федеральное законодательство для регулирования численности бездомных животных. Несмотря на это, администрация города заинтересована в том, чтобы начать решать проблему в сотрудничестве с фондом помощи животным. Помогать, конечно, мы будем. Но сейчас вопрос в цене. Сколько, чего они же с панацеей сама должны нам дать. Сколько будет обходиться у них содержать. На сегодняшний день мы взяли, можем только взять в ветвечебнице расценки, сколько стоит там прививки, обработки, отгулок и т.д. А сколько содержания обходится, это они нам должны сказать. Пока они что-то молчат. Ну, я с ними переговорю. И, исходя из этого, будем потом уже принимать решение. В социальной сети ВКонтакте организаторами приюта создана группа «Усы, лап и хвост». В ней можно найти подробную информацию о том, как помочь животным приюта, посмотреть их фотографии и выбрать себе домашнего питомца. Продолжение следует...